Что труднее, убедить работодателя в собственной состоятельности или преодолеть негатив внутри себя? Почему одни люди с ограниченными возможностями не опускают руки и добиваются успеха, а другие предпочитают одиночество в четырех стенах? И как прокуратура нарушает то, что предусмотрено законом? Сегодня об этом с депутатом и председателем МИАСского общества инвалидов Андреем Котовым поговорила Дарья Сивухина. Предпринимателю, работодателю проще взять студента, практиканта, например, или же с многодетной семьи кого-то, чтобы закрыть этот пробел у себя на предприятии, нежели чем инвалида. Общество наше еще не дошло до понимания, что человек с инвалидностью, это, ну, просто как бы он, ну, у него нету ноги там или руки, но голова-то у него бывает, что и светлее, чем, например, у обычного, типичного, да, среднестатистического человека. 9 тысяч человек с ограниченными возможностями. Какая часть из них может реально получить работу и что-то делать наравне с остальными? Да, я думаю, более 80 процентов. Я еще раз повторюсь, закон о квотировании рабочих мест, он не работает. Поэтому, ну, невыгодно работодателю сейчас брать инвалиды на работу. Несмотря на то, что выделяются деньги, 60 тысяч на обустройство рабочего места, ну, этих средств, наверное, не хватает, я так считаю. Чем занимаются сейчас эти люди? Вы как-то пытаетесь своей организацией их занять, как-то там пристроить? Есть у меня вот колясочник, да, вот, который человек на коляске, но вот он не жалуется, например, у него все хорошо. Он организовал, у него сапожная мастерская в разных частях города, например, да. Он работает и, как бы, вот, ни у кого ничего не просит с Пытиной рукой, да. Есть еще вот один парень, он предприниматель, тоже вот, очень многого добил в своей жизни. Я еще раз повторюсь, если человек хочет чего-то достичь, он этого достигнет. А как-то с центром занятости можно как-то более эффективно наладить работу? Или они со своей стороны не могут? Ну, пока вот как. Мы работаем, конечно же, с ними, они нам присылают информацию. Мы у себя, значит, здесь на автозаводе, вот, в которой организация у нас находится, мы развешиваем ежеквартально информацию. И вот люди, которые приходят к нам, посещают наше общество инвалидов, они это все видят. А давайте еще поговорим про доступную среду. Вот сейчас, это все-таки федеральная, да, программа. Как-то вот, ну, вот вы как пришли, да, к депутатству, сейчас вот тенденция, вот год больше прошел там уже, да. Что вот вы постарались сами по себе изменить? Значит, на сегодняшний день мой заместитель, значит, Трезвухин Игорь Александрович съездил в Иркутск на семинар. Значит, там обсуждались вопросы доступности. И он сейчас у нас без преувеличения, единственный в городе специалист, сертифицированный, так что, ну, с документом, к которому можно обращаться. Все предприниматели, все хозяева, значит, разных организаций могут взять у нас, у нас есть все СНИПы, СНИПы, все ГОСТы, ну, значит, все, ну, у нас есть вся информация. Или же в социальную защиту, у них тоже все есть. Ну, и еще, конечно же, мы участвовали уже не в одном судебном разбирательстве по поводу, ну, допустим, вот такой банальный случай, ребенок-инвалид, живут на 10 этаже, лифт идет до 9, нужен пандус. И вот они судились с управляющей компанией. Ну, все-таки положительный результат мы достигли после, по-моему, 5 судебного заседания. Прокуратура пишет предписания разным организациям, разным, значит, по статусу, что, вот, например, у вас тут нет пандуса, тут нет лифта и так далее. Ну, если что-то хочешь сделать, есть такая поговорка, начни с себя. Я считаю, что прокуратуре надо тоже сделать, вот, то здание, в котором они находятся, доступным. Оборудовать, значит, стоянку, сделать лифты внутри, сделать пандус, входные группы соответствующие сделать. И тем самым показать пример, как вот, например, мы, значит, в начале своего депутатского срока я добился того, чтобы у администрации сделали нормативный пандус. Тем самым показать пример, как бы, ну, вот, всему городу, как вот это надо сделать. Сейчас вы видите, да, уже у нас тенденция положительная, и в разных организациях появляются, ну, подобные устройства. Хорошо отличился, конечно, в этом смысле Сбербанк, Слон наш, вот, знаменитый, да, ну, и еще многие-многие организации. А что касается спортивной жизни, насколько она у нас в городе есть, активно развита? Вот вы своим примером как-то. Ну, спортивная жизнь у нас налажена, я считаю, что неплохо, но хотелось бы, конечно, чтобы еще лучше было. Многие организации идут к нам на встречу, вот, недавно двоих наших членов общества устроили в школу Олимпийского резерва, это вот в Манежде, при 11-й школе, они сейчас бегают, тренируются со здоровыми, ну, как ребятами. Вот, собираемся на следующей неделе с колясочниками на Таганай сходить, это будет у нас такая своеобразная акция. Вот, недавно из Сочи вернулись с Российского фестиваля, ну, жизнь спортивная у нас, фу-фу-фу, все хорошо.